Друзья, привет! С вами Алексей Стеклов. Обычно свои видеообзоры на продукцию я снимаю, заехав за дерево во дворе. Ну и типа на природе находишься и нормально прокатывает. Но недавно в нашем чате мне написали, чтобы считаться нормальным внедорожником, надо съехать с асфальта. И сегодня я решил рискнуть все-таки и снять свой видеообзор не во дворе, а все-таки съехать с асфальта, чтобы тоже считаться как бы настоящим внедорожником. Вот. Попробую, как это вообще. И приехав на место, я расскажу о новых защитах, о новых типах защиты. В интернете видел, в ютюбе, что на настоящих внедорожниках должны стоять спереди защиты. И мы придумали что-то такое, из железа вырезали, короче, лазером согнули, там покрасили. Ну, мне кажется, очень похоже прямо на настоящую внедорожную защиту, как у настоящих внедорожников. Еще покажу в этом своем видео несколько ништяков, которые обязательно должны стоять на настоящих внедорожниках. Ну, я потому что в интернете видел, все это ставят, спойлеры там всякое, ну, экспедиционные багажники. И с этим всем вас познакомлю, потому что у нас появились новые модели. Ну, а для начала мне надо съехать с асфальта, как делают настоящие внедорожники, как делают настоящие джиперы. И я надеюсь, что вне асфальта со мной ничего не случится. Смотрим. Обалдеть. Тут под бездорожью тоже едет, наверное, тоже джипер. Тут подвинулся, меня внедорожник еще один отгоняет здесь. Пропущу, пока постою, дух переведу. В общем, капец, тут начался жесткий песок. Вот, смотрите, тут, наверное, надо включить полный привод, потому что, сами понимаете, фиг знает, как тут прорываться. Я просто на форумах читал, что, когда внедорожник едет по песку, надо обязательно включать полный привод, вот, если такая кнопка есть. Вот у меня такая кнопка есть, поэтому я ее включил. Вот, пропустил сейчас еще один внедорожник, он, это Toyota Camry, по-моему. Вот, тоже прям едет, ничего не боится. Спасибо. А еще я в интернете видел, что настоящие внедорожники, они все специальных ботинков таких, вот я себе прикупил пару ботинок. Специально взял такой милитаристик, цветом под песок, как все настоящие внедорожники. Тем более, что мне в одном видео написали про защиту тоже, что я вот в таких кроссовках по песку хожу, что это неправильно. Итак, друзья, я на месте, экипирован как положено, на мне внедорожные ботинки. Находимся в внедорожной локации, то есть я съехал с асфальта, проехал через лес, проехал по траве, а это дорогого стоит на самом деле. Вы видели, сколько внедорожников вокруг, там Toyota Camry, Chevrolet какой-то, даже Lada Granta. И вот я тут, внедорожник стоит в локации, теперь у меня есть полное право рекламировать и рассказывать вам про внедорожные ништяки, которые обязаны иметь каждый владелец внедорожника. Для начала давайте посмотрим, в чем разница у защит между лифт и не лифт. Для автомобилей с бодилифтом на защите отсутствуют вытяжные гайки для крепления усов бампера. Кроме этого, передняя часть выполнена на 40 мм выше, с вентиляционными отверстиями. Других различий у защит лифт или не лифт нет. Нормально, да я так задвинул, типа пипец как сложно. А что там сложного, лазером вырезал, согнул листогибом, металл четверка ни о чем. Покрасил полимером, в принципе любой в гараже может так же сделать. В нашем чате специалисты написали, что таких защит по интернету навалом на любой вкус и цвет, как у дурака Махорки. А теперь давайте посмотрим эту красоту. 2 мм, казалось бы, очень тонкий металл, но после нанесения всех ребер жесткости, выполнение пуклевки, как на броне, я не знаю, какая это форма такая, как у рыцарских доспехов. Я очень рад, что получилась такая вот штука. Это касаемо нижней части. В передней части выполнены вот такие вот вентиляционные окна, и они же являются ребрами усиления. Я думаю, все очень хорошо видно. И, соответственно, как у версии стандарт, установлены вытяжные гайки, которым прикручиваются усы крепления бампера. Но при изготовлении этого чуда есть нюанс. Для того, чтобы это изготовить, сначала необходимо вырезать лист с большим запасом, практически двойным, чтобы зажать эту деталь в прессе, отформовать все необходимые углубления пуклевки и так далее. Затем все это вырезать, согнуть, и уже нанесенная штамповка тоже создает проблемы при гибе, при дальнейшей обработке. Соответственно, эта защита из 2-миллиметровой стали ощутимо дороже, чем примерно похожая из 4-миллиметровой, но без обработки прессом. Нормально задвинул, да. В принципе, все знают, что металл 2-миллиметра это ни о чем, тем более профилированный. Его, в принципе, любой интернет-специалист может руками легко согнуть. Ну и на сладенькое вот такой вот спойлер. Он выполнен из 2-миллиметровой стали. При необходимости он может дооснащаться поперечной планкой усиления. И обратите внимание, в конструкции предусмотрено проушено для его вертикального подъема. Это сделано для того, чтобы при необходимости можно было поднимать спойлер и пользоваться своей световой балкой. Прекрасно освещая все перед собой, но при этом не засвечивая горизонт поверху. Устанавливать спойлер мы будем вместе с вами в одном из ближайших видео. И чтобы это не пропустить, подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео, не болей. Пока. Ну, по поводу спойлера здесь, я думаю, никто не поспорит, потому что я видел в интернете, везде на самых настоящих внедорожниках обязательно есть спойлер на экспедиционном багажнике. Особенно круто, когда какие-то ништяки рассказываешь, какое-нибудь модное слово вставить, типа люстра там и так далее. Ну, типа совсем правильный внедорожник. Блин, забыл про резинобитумное покрытие сказать. В принципе, там вообще ни о чем. Покупаешь любой баллон антигравия, сверху дуешь прямо на улице, в пленку заворачиваешь, отправляешь. Зачем запариваться с нормальным покрытием? Бабло капает, так что все в порядке. Да пойдет, что думаешь, кто-то смотрит эти обзоры, что ли? Выключена камера? Выключена? Да, сейчас. Алло. Алло, здрасте. А помните, это вы нас привозили сегодня на берег реки на эвакуаторе? А можете нас отсюда забрать опять? Через сколько? Да, хорошо, ждем. Ну все, надо еще скорую вызывать мозоли. Ну а... Ну а... Субтитры сделал DimaTorzok